Здравствуйте! Как обычно, в конце недели подводим информационные итоги. Меня зовут Павел Фитилёв. Смотрите выпуски. Количество заболевших всё больше. В Минздраве говорили о том, что эпидемиологическая ситуация в регионе обостряется, но помощь готова оказать всем. 1 сентября в Саратове как школьники отметили День знаний, какие подарки приготовил для них город. Когда осень не в радость, советы, как бороться с депрессией, даёт психолог Наталья Краснощёкова. Спортсмены со всей области приехали в Саратов. На стадионе «Волга» прошёл турнир по дворовому футболу. Вручили билет. В аэроклубе «Дубки» побывала делегация из Москвы. Вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко и полпредпрезидент Игорь Комаров. Федеральные чиновники осмотрели территорию аэроклуба, где когда-то учился летать первый космонавт Юрий Гагайн. Им показали обновлённые классы. А затем гости провели посвящение в студенты-первокрусников Саратовского политеха. Вице-премьер правительства рассказал, что сам родом из Саратова. Нам очень хочется, чтобы вы его запомнили, пронесли в сердце. Меня лично с университетом связывает очень многое. Мои родители учились в этом университете, закончили его. Я родился в общежитии этого университета номер 4. Поэтому у нас с вами будет родовая связь. Мы будем друг другу помогать, а вы будете помогать нашей родине становиться сильнее. В моей жизни с Юрием Алексеевичем тоже связано несколько страниц, которые я тоже стараюсь бережно нести. В своё время я ещё в советское время вступал в пионеры, в техниками, где учился Юрий Алексеевич Гагарин. И он носил его имя. И, конечно, это событие запомнилось на всю жизнь. В Дубках студенты произнесли клятву, а федеральные чиновники выручили им символический студенческий билет. Уже затем делегация отправилась к вертолёту, который доставил их в Балаковский район. Там они осмотрели строительную площадку Центра обработки данных. Запуск предприятия прошлой осенью анонсировал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Эпидемиологическая ситуация обостряется. Уровень заболеваемости ковидом в регионе превышает общероссийский показатель. Об этом заявил министр здравоохранения Олег Костин на прошедшем брифинге. Все больницы полностью обеспечены всей линейкой препаратов и готовы оказать помощь саратовцам. По состоянию на 1 сентября в саратовских больницах находились 199 человек с подтверждённым ковидным заболеванием. Все больницы полностью обеспечены всей линейкой препаратов и готовы оказать помощь саратовцам. 12 пациентов имеют кислородную поддержку. Количество их возросло. Чуть-чуть, но это всё равно факт. 9 пациентов уже на ИВЛ находятся на сегодняшний день. 4 на инвазивный. Это вообще не было ни одной в прошлой неделе. 5 на неинвазивный. На амбулаторном лечении нагрузка на нас увеличилась на амбулаторное звено уже, послушайте, 3762 человека. Увеличивается риск заболеть и с началом учебного года. Специалисты подчеркнули, что в связи с этим в школах сохраняются некоторые ограничения. В частности, у учащихся продолжат измерять температуру тела и сохранится дезинфекционный режим. Под запретом остаются и массовые мероприятия в закрытых помещениях. Врач-эпидемиолог заявила, что пик заболеваемости среди детей ещё впереди. Поэтому необходимо соблюдать профилактические меры и следить за своим состоянием. Олег Николаевич уже отметил, и без этого мы никуда не уйдём. Это вакцинация как против коронавирусной инфекции, так и против гриппа. Сейчас в области достаточно и той, и другой вакцины. То есть вакцинация началась. Сейчас, естественно, в первую очередь это важно по гриппу, если касаться гриппа. Вакцинация против коронавирусной инфекции важна для всего населения. Простые правила помогут в борьбе с вирусом. Например, регулярное проветривание помещений. Наиболее эффективный способ проветривания – это сквозное проветривание, то есть когда открыты окна на две стороны, напротив друг друга. Также эффективный метод – это влажная уборка, как с ДЭС-средством, так и просто обычной водой. Вышли на финишную. В Саратове завершается ремонт дорог. В этом году в плане было три десятка городских улиц, и многие уже сделаны. Правда, не без проблем. Некоторые специалисты затягивают работу. И воюют чиновники с энергетиками и коммунальщиками. Заставляют их закатывать свои раскопки. Эксперты уже почитали, что такого масштабного ремонта в регионе не было много десятилетий. Роман Базан выяснил, как сегодня обновляют улицы. То, что мы проходили, оставались неблагоустроены. Парковки без съезда. 30 с лишним улиц только в этом году ремонтируют в Саратове. Две трети уже завершили. Об этом сообщили на брифинге в мэрии. Чиновники ответили на вопросы журналистов. Тема – нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Всего с весны в городе отремонтировали четверть миллиона квадратных метров дорог. Для сравнения, это площадь половины Ватикана. Уже сделаны Горького, Волгоградская, Ухимцево, Хвалынская, Вольское и Московское шоссе. Правда, работы на некоторых улицах затянули. Чиновники недовольны одной из фирм. И уже насчитали претензии на 7 миллионов рублей. В этом году у нас появился новый подрядчик «Инга-групп». К сожалению, есть определенный вопрос к работе этой организации. Я не могу сказать, что данный проект не будет реализован. Ремонтировать стараются комплексно. Помимо самого покрытия, меняют бордюры, устанавливают светофоры на самых опасных участках и ограждения. До середины сентября на обновленных улицах появится и разметка. За всем следят сотрудники стройконтроля. По словам экспертов, благодаря нас проекту, в городе уже снизилось количество смертельных аварий. Более тщательно подходит к таким моментам, как доступность для маломобильных групп населения. Это сопряжение проезжей части тротуарами, понижение бортовых камней для более удобства. Делает акцент на работах по подъему кирпичных горловин колодцев. Всего же в этом году региону досталось более 50 миллиардов рублей. Таких денег еще никогда не выделяли. Это и городские, и сельскими дорогами, региональные и федеральные. Асфальт стали укладывать даже в небольших деревнях, где этого ждали с конца прошлого века. По словам чиновников, в сентябре уже подадут документы на будущий год. Это чтобы времени не терять. Приводить в порядок дороги собираются уже с начала весны. Роман Базан, Олег Буланов, Саратов, 24. Саратовские автобусы не соблюдают график. Сотрудники Министерства транспорта отправились накануне в рейс, чтобы проверить работу автобусов и маршруток. На остановке на пересечении улиц проспекта Столыпина и Чапаева проходят 12 автобусных маршрутов и один троллейбусный. Мнения саратовцев по работе транспорта разделились. Я была в другом городе, у них нет вот таких маршруток, у нас очень большое количество маршруток. К нам ездят прямо на каждую улицу. Нет, я довольна. Вот смотрите, они всегда так. Я по утрам езжу на 21 маршруте, они совершенно не придерживаются режима. Графика не придерживается. Приходится, вот, то есть, как бы подгадываешь к определенному времени, или позже приезжают, или раньше уезжают. Вот, интервал очень большой, а маршруток очень длинный. Он, считай, от Большой Садовой идет и до Заводского района. Сейчас проводится мониторинг всего городского общественного транспорта. По словам чиновников, для полного понимания картины потребуется несколько дней проверки. Причины выявленных нарушений в ходе рейда будут выяснять уже у перевозчиков на совещании в министерстве. В будущем возможна корректировка маршрутов и выход на линии автобусов в большей вместимости. Со злостными нарушителями обещали расторгнуть договоры. Проведем дополнительный анализ вот в этот период времени, в преддверии учебного года, работы, выпуск на линию всех городских наших перевозчиков. И те, у кого нет улучшений, у кого выпуск несоответствует нормативному в больших объемах, мы, скорее всего, будем с коллегами из города решать вопрос об том, чтобы в судебном порядке инициировать аннулирование разрешений на право работы на том, где был на машине. Этой темой заинтересовался и саратовский поэт Юрий Алексеев. Он решил написать произведение. Его творчество представляемо вашему вниманию. Рейд Минтранса в городе прошел, Чтоб проверить транспорт от движения. И узнали граждан наших мнения. Графики не соблюдают, мол. Ну а что творится в соцсетях? Вон что пишут люди на досуге. Цены подскочили, а услуги, мягко говоря, увы и ах. И в итоге слово произнес по дорожному хозяйству замминистра. Проведем анализ. Хоть не быстро, но решим болезненный вопрос. В новый учебный год в новую школу. В Иволгине открыли образовательное учреждение на 825 мест. Его ждали местные жители, причем несколько лет. Квартиры здесь сдали, а вот школу не построили. Теперь все изменилось. Жить здесь с семьей с детьми стало очень комфортно. Екатерина Сулейманова побывала на праздничной линейке. С цветами и улыбками на лицах. 1 сентября всегда так, но сегодня для жителей Иволгина и близлежащих микрорайонов праздник двойной. Открылась школа рядом с домом. На данный момент живем в поселке Зональном. Ждали очень открытие школы, потому что в шаговой доступности это очень удобно не только для Зонального поселка, для Иволгина, для ЦДК, для многих близлежащих районов. Мне очень нравится. Очень нравится школа. Мне тоже очень нравится. Папа здесь работал на стройке. Школа обалденная, красивая, новая. Все новое. Вообще мы как бы новые жители. Мы недавно здесь купили квартиру, поэтому и знали, что здесь построится школа. Такой поселок хороший, поэтому сделали свой выбор в покупке квартиры здесь. Два года назад здесь и правда ничего не было. Пустырь, хотя квартиры в микрорайоне сдали. Многим семьям каждое утро приходилось начинать с длительной поездки с детьми в город на учебу. Об этой проблеме жители и рассказали на встрече с Николаем Панковым. Нас услышали, услышали сразу, с первого раза. Уже через полгода мы получили ответ, что школа будет построена. И мы не сомневались. Мы добились, у нас получилось, получится у всех. Нас слышат, в нас верят, а мы поддерживаем. Это могло и не быть. И абсолютно каждый из нас знает, что большая заслуга Вячеслава Викторовича Володина, спикера Государственной Думы, строительства этого прекрасного объекта этой школы, она реализовалась. Мы с вами вместе смотрели проект, мы с вами его обсуждали, мы спорили, дискутировали. И вот такое прекрасное учреждение сегодня у нас в поселке. Я думаю, что эта школа даст дальнейшее развитие всего поселка, города, нашей области. Сегодня учиться отправились школьники с первого по восьмой класс. Новое образовательное учреждение рассчитано на 825 мест и состоит из шести блоков. Два спортивных зала, начальная школа и старшие классы отдельно. Есть большая столовая. С первого по четвертый дети, которые будут в протлетке, они будут получать бесплатное питание. Такая многофункциональная школа открывает большие возможности. Это и продленка, и кружки, есть площадка для воркаута, и занятия спортом. Будет и бассейн. Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Когда осень не в радость, советы, как бороться с депрессией, дает психолог Наталья Краснощокова. Спортсмены со всей области приехали в Саратов. На стадионе «Волга» прошел турнир по дворовому футболу. О криминальных новостях нам расскажет официальный представитель регионального управления внутренних дел Анастасия Захарова. Анастасия, здравствуйте. Вам слово. Спасибо, Павел. В Улашовском районе изъята из незаконного оборота крупная партия немаркированной алкогольной продукции. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления ВД России по Саратовской области совместно с коллегами из регионального УФСБ обнаружили в двух помещениях в городе Балашове и селе Хоперское в общей сложности около полутора тысяч литров алкогольной продукции и комплектующие для ее производства. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Обманывал пенсионеров. Сотрудники уголовного розыска задержали курьера, помогавшего телефонным мошенникам обманывать пожилых людей. Молодой человек звонил жертвам и просил передать ему деньги для якобы попавших в ДТП родственников. Пенсионеры без раздумий были готовы расстаться с накопленным ради спасения родных. Саратовские и Балаковские пенсионерки передали мошеннику около двух миллионов рублей. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Мошеннику может грозить лишение свободы до шести лет. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции, можно узнать, действительно ли родственник находится в отделе полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Про гимназию олимпионик. 1 сентября появился уже третий профильный кадетский класс. Первоклассников посвятили в юных инспекторов движения и вручили удостоверение. Изучать правила дорожного движения юные помощники будут параллельно с основными предметами. Были обозначены задачи перед учениками. Но это, безусловно, не только пропаганда, так сказать, основ безопасности среди своей семьи, но и донесение этих необходимых мер жизни, я имею в виду правила дорожного движения, своим друзьям, товарищам, ну, грубо говоря, своему окружению. Для того, чтобы минимизировать, постараться минимизировать последствия дорожно-транспортных происшествий, юные инспектора движения сегодня принесли клятву торжественно. На этом у меня все. До новых встреч на следующей неделе. Спасибо. О криминальных новостях рассказал официальный представитель регионального управления внутренних дел Анастасия Захарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Общаются с животными не меньше, чем с людьми. Профессиональный праздник на этой неделе отметили ветеринары. В Саратове таких врачей насчитывается более тысячи. Некоторым из них приходится вытаскивать зверей буквально с того света. А операции порой длятся, как и у людей, по несколько часов. Роман Базан выяснил, как проходит день современного айболита. Обезьяны тоже случаются, в принципе. Ленивцев в Саратове пока не было. Праздник не праздник, а он весь в работе. Для Георгия Терентюка это уже сегодня пятая операция. Собираются стерилизовать собаку. Четвероногую уже на столе. Ветеринар готовит катетер. В день через его руки проходят до 10 животных. В основном кошки, собаки, свинки и крысы. Последний, говорит врач, особенно сегодня популярный у саратовцев. А вот экзотику приносит редко. Но готов помочь любому, признается ветеринар. Хотя и не всегда получается. Не всегда нам, да, удается спасти животных? Ну, к сожалению, нет. Естественно. Не бывает волшебных врачей, у которых все пациенты выживают. Такого просто не может быть. Но мы стараемся. Где у нас проходит ошейник? Чешет? Не видела. Пока операционная занята, в это время ветеринар Дарья ведет общий прием. Хозяйка привела к ней корги Купера. Говорит, что собака часто ездит по выставкам. А сейчас почувствовала себя плохо. Покрылась сыпью. В итоге врач поставила диагноз. Месяц назад мы мылись перед выставкой. Ошейник был прощупленный? Нет. Обычный самок. Да вот обычный неоновый. А шлейка у вас бывает? Нет. Надо будет перейти с вами на шлейку. Он сильно тянет, когда идет? Да. Ты рвешься, ты в бой. Рвешься в бой? Ты целоваться любишь? Понимаете, после такого удара жрать, пить, только полный дилет будет. Он в шоке, не надо его трогать. Не обошлось сегодня и без внеплановых осмотров. Один из дальнобойщиков привез в клинику раненую птицу. Отец с дочкой нашли куршуна на трассе у Петровска. Говорят, не смогли проехать мимо. Положили в коробку и привезли в Саратов. Врачи выяснили, хищник разбил голову. Карантин забил. Выжить? Десять утра. Это будет видно дня через три-четыре. Коршуна оставили в клинике. Врачи обещали его выходить. Жить есть, где у ветеринаров уже свой мини-зоопарк. Тут и филин с кроликами, и семейство лисов. У этого самца юбилей, 15 лет. Медики спасли его после капкана. Об этом напоминает его челюсть. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Когда осень не в радость, аналитики выяснили, что около половины жителей нашей страны расстроились, что лето закончилось. Некоторые вовсе заявили, что боятся столкнуться с депрессией. Так сильно они не рады тому, что сезон пикников, отпусков и поездок на пляж теперь наступит только через год. О том, как все-таки избежать осенних андрей, расскажет психолог Наталья Краснощекова. Она подготовила несколько полезных советов. Итак, что же нам делать? Я обязательно всем своим клиентам рекомендую с точки зрения физиологии. Осень – это самое лучшее время для того, чтобы провести так называемый чекап своего организма. Посетить врача, вместе с ним подобрать комплекс витаминов. Обязательно добавить витамин D. Как я уже говорила, в связи с нехваткой как раз витамина D, и может возникать вот это депрессивное состояние. Обязательно включить в свой ежедневный эмоцион прогулки. Обязательно заняться какими-то физическими упражнениями, теми, которые вам нравятся. Желательно на свежем воздухе, пока не стало совсем уже холодно. Обязательно заниматься какими-то, знаете, как-то ритуал себе какой-то вести ежедневный, который вам будет поднимать настроение. Например, такими долгими осенними вечерами можно пивать вечером горячий чай по какому-то специальному рецепту. Можно посещать бани, массажи. Это как раз самые такие осенние мероприятия, занятия, которые поднимают нам настроение. И с точки зрения психологии есть такое упражнение отличное, которое тоже рекомендую своим клиентам. Первое – это помните, как все мы в школе писали сочинения «Как я провел лето». Так вот, можно сесть и написать, что же произошло у вас этим летом. Возможно, вы с кем-то встретились, вы куда-то ездили, как вы проводили время, какие чувства вы при этом испытывали, когда вы это все напишите и перечитаете, вы поймете, насколько лето было большое, насколько всего вы многое успели. И когда вы это все поймете, то вам не так грустно будет расставаться с летом и казаться, что оно очень быстро прошло. И вторая часть этого задания – вам нужно составить планы на осень. Когда мы составляем планы, у нас возникает такой подъем энергии, мотивация, и нам становится интересно воплощать эти планы в жизнь. А осень – это как раз самое лучшее время для составления планов. Поэтому вам нужно взять тетрадку, расписать по дням, по месяцам, как вам будет угодно. Спорт, который объединяет. В Саратове прошел турнир по дворовому футболу. На стадионе «Волга» собрались сильнейшие команды со всего региона. Многие из них уже стали чемпионами своего района и теперь приехали побороться за главный приз – Кубок губернатора. В этом году его вручали уже в 20-й раз. Жанна Марченко тоже отправилась на футбольное поле и расскажет все подробности. На стадионе «Волга» в заводском районе состоялся большой спортивный праздник. Здесь прошли соревнования по дворовому футболу. Самый последний финальный этап 20-го юбилейного открытого областного турнира на Кубок губернатора. За 20 лет мы уже больше миллиона детей пропустили через наш терминный турнир. Мы завели этот турнир до 100% охвата всех сел, не то что районов, всех сел, области. Зональные этапы турнира шли на протяжении месяца в разных городах и селах региона. В каждом районе определились свои победители. Вот самые сильнейшие команды приехали с Саратов, чтобы побороться уже за главный трофей. Мы занимались, я ежедневно ходила на факульт с друзьями, ходил, играл, стремился к своей цели. Мы тренировались, тренировались, уставали очень сильно. Ну, упорные тренировки, конечно, ссоры, слезы, пот. Но сейчас вот вышли на финал. Сами соревнования на протяжении последних лет проходят в рамках национального проекта «Демография». И надо заметить, что желающих принять в них участие с каждым разом становится только больше. У молодежи у нас в районе вообще большой интерес к спорту. У нас футбол очень так развит. Много команд, много детей ходит и бокс. Ну, вот в основном, ну, конечно, все зависит от тренера. Очень замечательный человек. Благодаря тренеру дети и тянутся заниматься. Ну, а для моего сына это прям вот, я не знаю, мы спим и видим. У нас футбол – это образ жизни. Как уточнил временно исполняющий обязанности главы региона Роман Бусаргин, в июле в области стартовал еще один проект «Дворовый тренер». Занятия по футболу начались при школах, молодежных центрах, стадионах. В общей сложности работает 30 площадок. Ребята уже показывают хорошие результаты, поэтому у каждого из них в будущем есть возможность начать тренировки уже на профессиональном уровне. Жанна Марченко, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Таковы главные новости этой недели. Я с вами прощаюсь. Ищите нас в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин